У нас с вами перекладывалась встреча, но я рад, что мы сегодня встречаемся. И хотел бы, конечно, выразить вам благодарность за взаимодействие между вашим министерством и Русской Православной Церковью, за ваши усилия, которые вы предпринимаете в той сфере, которая вам поручена. Из новостных программ мы часто можем слышать и видеть ваши отчеты о проделанной работе, и это радует очень. Это та область, которая набирает обороты, развивается очень эффективно, по-современному. И, конечно, есть такие области, которые особенно в той сфере, где вы работаете, особенно волнуют Церковь. Это все, что касается нравственного измерения современного медийного пространства, который является самым мощным фактором воздействия на человека, на его сознание, на его душу, и от содержания которого во многом будет зависеть не только будущее России, а всей человеческой цивилизации. И поэтому те усилия, которые вы предпринимаете, в том числе и по защите интернет-пространства, через создание Лиги, вы являетесь председателем попечительского совета, и Константин Валерьевич принимает активное участие в этой работе, это находит поддержку с нашей стороны. Действительно, интернет не может быть тем местом, где бы духовно и нравственно разоружались люди. Это не может быть той сферой, где осуществляется массовая деградация людей, личности и общества, общественных отношений. К сожалению, человек так устроен, что действовать по голосу инстинкта ему проще, чем по голосу разума и по голосу совести. Вот эта борьба между убеждениями, между внутренними нравственными установками, инстинктивным поведением, без помощи извне, всегда оканчивается поражением убеждений и нравственного начала. Только когда осуществляется помощь человеку со стороны школы, культуры, образования, церкви, когда формируется мировоззрение, вот тогда эти дополнительные факторы помогают человеку научиться управлять своими поведениями, своими мыслями, своими чувствами. Ну а если все то, о чем я говорю, демонтировано в результате политических, социальных пертурбаций, или просто из-за внимания к этой сфере, то тогда инстинкт берет вверх. Ну и тогда возникает вопрос, а какое будущее общества управляемо инстинктом? Иногда, когда мы сталкиваемся с проявлениями какого-то экстрима в социальных, общественных отношениях, или в сфере политики, то вдруг начинаем недоумевать, откуда все это. Ну что это такое? Ну как так люди могут себя вести? А на самом деле все это очень аналогично, и все это очень последовательно развивается. Поэтому тема медийного пространства, его наполнение, его влияние на душу человека, это то, над чем я сейчас больше всего думаю, и то, о чем я молюсь. Потому что вот здесь-то Бог с дьяволом борется. И поэтому все люди, которые имеют ответственность какую-то к этому, они должны себе ясно определить, а не где, с этой или с другой стороны. Вот почему усилия со стороны государства, со стороны отдельных людей, предпринимателей, направленных на поддержание вертикального измерения в этом пространстве, находят добрые открыты в церкви и лично у меня. Поэтому вот в начале нашей беседы я хотел вам об этом сказать. Большое спасибо, Ваше святее, что Вы знаете, мы очень тесно взаимодействуем с Вашими сотрудниками, в том числе в области СМИ, самых разных, и электронных, и печатных. Не так давно Владимир Владимирович получал премию за главного редактора журнала «Фома». Это как раз тот пример очень удачного медийного проекта, который делается как раз на стыке, и может быть даже как раз именно вот та его развернутость к начинающим, к сомневающимся, к тем, кто еще не нашли для себя какой-то системы ценностей, она и сделала его таким популярным среди, в общем-то, ряда других замечательных православных изданий. И в этом плане решение нашей межведомственной комиссии, которая даже пошире там с представителями общественности, медийного сообщества, решение принималось было таким убедительным, что в этом году премия правительства Российской Федерации получила и такой замечательный православный проект. Но, конечно же, мы этими вопросами занимаемся, занимаемся и в силу профессионального долга, и в силу гражданского долга. И понятно, что наша страна за последние сто лет прошла много разных этапов, и понятно, что у общества сохраняется настороженность к прямому диктату и давлению государства в этой части, и именно в связи с этим формировалось наше законодательство, и Конституция, и закон о средствах массовой информации. И зачастую мы сами в этом убеждались, когда просто такое навязывание какой-то системы ценностей, и какого-то такого подхода со стороны государства очень часто встречает у нашего общества отторжение, поэтому мы стремимся стимулировать и поддерживать ту активность, которая возникает в рядах того, что называется гражданским обществом. И надо сказать, что такая инициатива, как Лига безопасного интернета, это не была инициатива Министерства, это как раз была Лига, скажем так, обеспокоенных родителей. Потому что очень многие родители, они понимают, что это новая среда, которая появилась в нашей жизни интернет, его законы только формируются. К нему относятся очень трепетно, это является в том числе предметом международного рассмотрения, и таким активным, даже пассивным, скорее, консенсусом в мировом плане является то, что недопустимо на нынешнем этапе вводить жесткие меры регулирования. Но, тем не менее, общественные инициативы, которые направлены на охрану нравственности, на продвижение позитивных ценностей, они возникают и в нашей стране, и за ее пределами. И как раз примером такого взаимодействия является Лига безопасного интернета, которая и намерена пропагандировать те приемы, которые шли бы не от государства, которые рождались бы во взаимодействии самых разных участников нашего общества, и общественных ассоциаций, и игроков рынка, и органов госуправления. И направлены на преодоление тех проблем, которые не вызывают ни у кого никакого спора, не вызывают сомнения, в первую очередь, на борьбу за защиту детей, и ограждение их от такого зла, как детская порнография, педофилия и так далее. И в этом плане у Лиги есть уже результаты, есть и наборы людей, людей неравнодушных, и тех, которые пропускают через свое сердце, в том числе проблемы наших маленьких сограждан, которые подвергаются в том числе насилию через эту сеть, и которые страдают и физически, и духовно от того, что происходит, когда туда попадает такой контент абсолютно точно противоправный. И более того, мы именно, основываясь на результатах деятельности Лиги, на результатах тех дискуссий, которые ведутся, мы с определенными инициативами выходим на международный уровень и предлагаем начать именно вот с тех проблем, по которым нет споров, с тем, чтобы определить, как им противостоять в глобальном масштабе, потому что сеть носит глобальный характер, и какие бы меры мы ни принимали внутри страны, их всегда можно обойти просто в силу ее технологической природы. И в этом плане, конечно же, нам важно слово «цирка». Мы привлекаем и представителей других конфессий, они тоже находятся у нас в учительском совете, потому что проблемы нравственности и ценности, они волнуют всех тех, кто привык смотреть на мир именно через призму вот этих высших ценностей существования человеческого общества. И в этом плане можно сказать, что этот проект получает широкую поддержку со стороны самых разных слоев нашего общества, и мы, конечно же, признательны, что вы тоже за ним наблюдаете и поддерживаете нас в этой инициативе. Благодарю вас.